так друзья мы с вами на участке номер 3 сад железовых так перед вами небольшой питомник который сейчас будет выкопан значит уже знакомы берникова или сергеевна племянница любимая и талантливая садовод в общем почему я сказал талантливая а у нее все всходит и так значит ты получила заказ мы сейчас того выкопали давай говорит что 2 шелковицы так а так как у нас и некоторые могут показаться маленькими что вы делаем мы кладем в двойне например манчжурские абрикосы вот так теперь значит покажем что из этого получается к сожалению посылка это корни которые будут выкопаны вот они возьми вот этот саженец это сейчас мы первый выкопали да вот столько получается корней увы земля не держится она сюда же держалась посылки не пошлешь пришлось бы ее просто стряхивать так теперь вот это вот я на скопал попробую покажу еще парочку вот вот так мы выкапываем к сожалению вот это вот выкапаем землю это самое жуткое но если землей то тот кто получит он останется вообще без штанов без своих придется продать чтобы за посылку рассчитаться вот сожалению такая действительность отправляемся но чуть позже мы покажем как второй этап фильма будет ты берешь или сразу скажу мокрые тряпки обматываешь корни тряпкой сверху целлофановый пакет и посылку может это потом попозже покажем ну как мне еще одну а я над копала тебе только по это чуть-чуть вот так я люблю тряпки у меня сердце обрывается ну показывай корни все сколько можно столько можно теперь потом покажу не покажу покажу в каком месте мы обрежем вот так примерно мы обрезаем отрезаем половину потому что корни голые если бы она была в горшке мы бы отрезали все равно но поменьше так теперь смотрим как ничего особенного вот два вот эти вот что делают эти самые эти значит что эти два это учеба остаются навсегда а вот эти вот чего-то надо 11 до еще восемь то есть вы это самое лучшее вот они сейчас будут только под кроме тех навсегда остается навсегда остается вот так вот эта часть нашего фильма то и я сам буду это делать потому что я мужик все благодарю за внимание вот молодец вырастила чудесная саженца так друзья вторая половина фильма приготовлена к отправке а персик хасанский два часа вымочка на всякий случай лучше когда напьется почему потому что сколько не было дождя 2 дня вот земля суховата вот мы дали напиться жимолость жимолость она сама по себе как ее назовем мелкорослая поэтому за год она выросла за полтора вот так вот выросла значит маньчжурские абрикосы вот такие это самосев с одной стороны вы скажете не очень и как бы с не совсем уж такие мощные как привыкли что железово за год до двух метров это самосев абсолютно сколько раз ты поливал громче нисколько только дождем который не всегда бывает так вот и росли они на таком расстоянии друг от друга то есть мешали вот так кучи выкопали дальше будут развиваться отлично так это у нас значит шелковица та самая самая мастерка мере из культурных меня юля пробовали поправить а я живу тюмени а у меня шелковица а тюмень же похолодней тоже есть тогда я человека поправил у него и семян мелочь а наша укорененная сохраняет материнские качества 100 и 100 материнские значит 100 и 100 плодосящие а не как семечек дай бог если половина потому что там часть деревьев мужские и естественно укорененная это значит клонирование это значит она крупнее поэтому я специально оговаривал примерно так да вы может быть самая стойки в мире среди сельцев то есть это как бы прибив а наша самая стойка мере среди культурных так это на всякий случай потому что тебе же еще надо продать это не последний дальше сейчас так что это у тебя крыжовник как вы как игрок латинкова значит истинное название не знаю у него было несколько сортов прислал лучший и мы решили пусть быть не официальное название крыжовник латинкова так наконец самородина обильная вот и покажем общую такую панораму сейчас списочек вот здесь вот покажем вот это работа нашей юли сергеевны вот она рядом собой стоит и вы можете что сделать сказать я тоже хочу что это еще приносит так у нас все щелковица персик еще несколько штук крыжовник тоже несколько штук осталось ну и маньчжурский абрикос тоже могу предложить так все понятно теперь начинаем все еще на действовать значит замачиваем так нет начали готовим это уже вымоченные это смородина когда-то я получал сухие или гнилые саженцы и черенки это в чем большинстве случаев придавата была чаще почта 10-15 дней многовато вот сейчас люди удивляются бывает простая почта приходит быстрее в холины 3-4 дня хотя мы это хотя называется посылка обыкновенная вот значит мы стараемся штамп не задевать только корни вот так теперь значит вот это избыточной влагой смородину не напугаешь потом надо будет потерять чтобы чуть-чуть покрасивше выглядела это тяпки вот-вот-вот-вот-вот-вот мы на этом примере я еще сейчас делаю обрезку этой самой щелковица а ты заваживали на этом фильм закончим вот и все это пойдет в коробку картонную и куда она пойдет за байкали да еще попутно объясняем почему раньше лист не сброшен за байкали я предложила осылать сейчас у них начинается замуж у нас сегодня плюс один было мы где-то близко уже к замызком но у нас все-таки теплее вот они решили ладно надеемся ничего не случится хотели все держится крепко надежда на то что дойдет за несколько дней так секатор у меня в кармане вот смотри показываю всем и на этом официальная часть будет закончена и так раз здесь корней вот столько значит отрезаю я вот столько даже больше половины следующий вот так смотри сколько корней сколько удалось выкопать ну что поделать я надеюсь что нас не обидится мы для этого и снимаем фильм два здесь получается где-то вот здесь вот теперь юля сейчас я соображу в общем вот еще и дашь уже ничего не говорят чтобы люди видели что мы делаем смородина то есть этот крыжовник сюда 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 не глядя половина сюда и если скажу пару слов не для протокола дело в том что вот эти кроны вот они доживают свой век большинство будущих у кустарника будущих веток вылазит от корней поэтому не смотрите со слезами я говорю тем кто сейчас вот это купит кто купил в июле да вот сюда не смотрите со слезами сюда не смотрите со слезами главное это что будет потом главное чтобы лучше прижилась обрезка это обязательнейшая мной придуманная раз навсегда не мной только но главный пропагандист в россии во всей снг это я вот почему есть яростное сопротивление этому ярость сопротивляется многим моим новшествам считаю что в это не не может быть чтобы наши предки ошибались наши предки жили на юге кто не знает почитайте эту историю и как мы как мы здесь оказались 300 400 лет назад разве что петр первый или там иван грозный пригласил пару садоводов которые ни черта здесь вырастить и так и не смогли поэтому агротехника пережила своих авторов южная агротехника осталась у нас в россии как как назвать рудимент вся наука вся агротехника южная поэтому у нас ничего в россии нет вот начинаем развиваться сами одно из главных предпосадочных мероприятий это в данном случае сильнейшая обрезка чтобы сбалансировать корни и крону вот я надеюсь вы не глотали когда смотрели фильм уважаемые друзья и клиенты мои племянницы Юлия Сергеевна Мельниковой все отключаюсь вот еще раз посмотрели и до свидания чтобы снимать то есть как это не нет 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 нет